Зима уже подходит к своему логическому завершению. Снег растаял, а вместе с ним сошли и одесские дороги. Из-за резких перепадов температуры и обильных осадков на дорогах образовались огромные ямы. Команда репортера решила проинспектировать одесские дороги. Поехали или поползли? В этом сюжете мы решили поговорить о дорогах нашего города, вернее их отсутствия. Мы выбрали один из распространенных маршрутов. Это от площади Толбухина до центра нашего города. Хочу начать с государственных стандартов Украины. Напомню, что ямы на территории Украины должны быть не более чем 0,5 метров квадратных. А глубина ямы не должна быть более 6 сантиметров. Конечно же, если один из этих стандартов нарушен, то яма должна быть устранена в течение 10-дневного срока. Это максимальный термин на устранение данной ямы. Но, конечно же, как часто вы встречаете вообще ямы приблизительно по таким параметрам? Мне кажется, что никогда, потому что они всегда намного объемнее, обширнее, намного глубже, чем есть на самом деле и как они должны быть по стандартам Украины. Сейчас мы будем поворачивать скоро на улицу Толбухина. Непосредственно посмотрим, как там состояние дорожного покрытия. Конечно же, мне кажется, этот вопрос давно стал уже для чиновникам таким, что заботиться о состоянии наших дорог должны мы, обычные автолюбители. Как раз вот сводили парочку ям. Самое интересное начинается сейчас, когда мы пытаемся выехать на площадь Толбухина и замечаем огромное количество ям. Багато ям, потому что досить великий час дороги стояли с просроченными межремонтными терминами. Не можно сказать, что если построена какая-то дорога, то это на век. Иснует за нормами 5, поточный средний ремонт, 5 лет, потом 10 лет капитальный ремонт. Весь этот период не было такого понятия, как дорожный фонд, и эксплуатационное отримание, что есть очень большой складовой належного сбережения автомобильных дорог, оно просто игнорувалось. Вот проехали мы улицу Толбухина. На самом деле дорога здесь более-менее нормальная. Есть, конечно, кое-какие выбоины, но в целом дорога терпимая для каждого автомобилиста. Сейчас мы будем поворачивать на площадь Толбухина. Посмотрим, что там с состоянием дорог. Вот сразу мы въезжаем и уже видим огромное количество ям. Мы пытаемся увильнуть, при этом не въехав ни в кого, кто стоит рядом на обочине непосредственно. Сейчас ползем по улице Сигецкой уже. Здесь дорожное полотно, конечно, более-менее в нормальном состоянии. Но, правда, будут по пути участки, которые нуждаются прямо капитального ремонта, потому что ширина ямы там превышает стандарты, глубина также. Ну, в общем-то, все увидите на свои глаза. Что хотелось бы отметить, что ямы – это очень опасно, потому что если автомобиль на большой скорости попадает в ямы, то вероятность повредить колеса и ходовую составляющую автомобиля очень огромная. Но самая главная проблема смертности из-за ямы – это то, что если повреждается одно из колес, предсказать дальнейшее планирование машины просто нереально. Даже самые опытные водители не могут этого предугадать вовсе. Что хочется сказать? Если вы все-таки уже попали в яму на относительно небольшой скорости и повредили колесо или ходовой автомобиля, не спешите уезжать, если у вас это, конечно, вообще получится. Смело вызывайте полицию. Они обязаны будут зафиксировать ДТП, зафиксировать яму, в которую вы попали. И, соответственно, с этими уже доказательствами вы можете идти в суд и подавать иск на подрядчика, который непосредственно занимается этой дорогой, или же на службу автомобильных дорог города за то, что они не следят за состоянием дорожного полотна. В общем, если у вас все доказательства будут, то вероятность того, что вам возместят ущерб, очень высока. За ремонт, за повреждение машин вследствие или большого количества ям или других либо повреждений, связанных с работой коммунальных служб, можно получить компенсацию материального ущерба, если обосновать этот ущерб. И если обосновать, что ущерб получился в результате каких-либо действий или, наоборот, бездеятельности в данном случае городских служб. Для этого, то есть, надо пройти экспертизу, зафиксировать факт повреждения машины, то есть, повреждение, например, колес, когда машина попала, например, в яму, надо зафиксировать этот факт, зафиксировать место, после этого, собственно, оценить ущерб и после этого обращаться в суд с иском о возмещении материального ущерба. Улица Сегетская, конечно же, хороша тем, что она, в принципе, более-менее нормальная, но перекрестки Сегетской просто ужас, армейская. Сейчас вот мы пересекаем Лунный переулок, и тут просто вот глубина ям огромная. Сгорем пополам, улицу Сегетскую мы проехали, сейчас поворачиваем на проспект Дыггарина. Хочу обратить ваше внимание вот именно на этот участок дороги, на повороте в сторону второй станции. Да, рельсы, это понятно, но дальше мы выезжаем, и просто ехать невозможно, потому что именно за поворотом начинаются вот эти выбоины, клипы. Мы едем сейчас в данный момент по улице Артиллерийской, и сейчас будем выезжать на Люсдорфскую дорогу. Обращаю внимание на данный поворот. Он требует капитального ремонта. Ежегодно каждый второй автолюбитель Одессы ремонтирует ходовую своего автомобиля. Конечно же, из-за ям на дорогах, плохого дорожного покрытия, все это сказывается на ходовой автомобиле. Ремонт ходовой может колеблеться от сотен до тысяч долларов. Все, конечно, зависит от марки автомобиля, года выпуска и объема проделанных работ. Что чаще всего ломается, конечно же, лучше всего расскажут специалисты. Максим, скажите, пожалуйста, вот в последнее время, особенно вот со снегом сошли все ямы в Одессе, насколько часто владельцы автомобилей, обычные автолюбители, обращаются за помощью, вот к механикам, чтобы отремонтировать именно из-за ямы. Ну, в последнее время, особенно вот последние 2-3 недели, ребята очень часто приезжают с... ну, с одним вопросом. Я поймал огромную яму, давайте посмотрим, что там. Чаще всего выходят недорогие элементы, конечно, такие, как тяжкие стабилизаторы, допустим, шаровые опоры, но за последнюю неделю 4 человека обратилось с проблемой то, что лопнули пружины. Просто банально, элементарно, человек поймал яму, после этого его грузят на эвакуатор, потому что в дальнейшем ехать невозможно. Опять же, человек попадает на транспортировку транспортного средства и уже здесь на ремонт. Это все деньги, правильно? Да, да, конечно, конечно. Сколько вот обычно может обойтись, вот, ремонт, если человек попал не сильно, прям глубоко в яму, вот сколько может стоить ремонт? Ну, не сильно глубоко в яму, допустим, будем отталкиваться от шаровой, либо тяжки стабилизатора. Запчасть в среднем стоит 300-400 гривен и работа по замене одного элемента 200-250 гривен. Ну, грубо говоря, человек, если приезжает, не сильно большая яма, в 800 до 1000 гривен, то есть вот так вот все это дело получается. Но, опять же, мы не считаем это гнутые диски колесные и порванная резина. Можете вот на примере машины, которая сейчас на подъемнике, показать, что чаще всего ломается вот по запчастям? Здесь у нас BMW E60. Чаще всего у нас выходят из строя вот эти тяжки стабилизатора. Это элемент, который, назовем так, болячка всех машин, у кого такая конструкция. Выходят рычаги, вот здесь находятся шаровые опоры. Они выходят из строя, наконечники рулевые, пружины. Ну, то есть, грубо говоря, все. Все резиновые изделия, сайлентблоки, все это дело рвется, потому что, ну, наши дороги оставляют желать лучшего. Есть вообще разница между передней вот частью автомобиля и задней? Или все, в принципе, идентично? Есть разница, конечно. У данного автомобиля установлена сложная задняя подвеска. Мы здесь имеем три рычага, два верхних, один нижний. То есть, куча сайлентблоков, куча всего. Вот, даже можно посмотреть, у парня здесь уже вырванный сайлентблок. В дальнейшем он будет заменен. В принципе, плюс-минус по работе, что передняя часть автомобиля, что задняя, ну, выходит замена всех элементов, начиная от трех с половиной тысяч кривей. Это только работа. Запчасти, конечно, на BMW будут подороже стоить, что-нибудь попроще, ну, будет подешевле, да. Есть и оригинальный сегмент, и... Конечно, конечно. Оригинальный сегмент, это в наше время звучит, знаете, как ругательство больше, потому что люди, ну, не готовы они платить эти деньги для того, чтобы ездить на оригинальных запчастях, потому что стоят они космос, просто космос. Я вижу, что сейчас здесь вот уже есть запчасти. Да. С определенного автомобиля можете рассказать вот конкретно по каждой, объяснить, в чем была проблема. Приехала Toyota, говорит, поймал яму. Вот это у нас нормальная пружина, которая была снята, а это вот его пружина. То есть мы видим, что здесь витковая часть была обломана. Ну, то есть пружина просто сломалась. Она не сдеформировалась, как нужно было, потому что сильный был удар. И сломалась. Сколько примерная стоимость вот одной пружины и замены ее? Я могу сказать только в паре. В паре пружины будут стоить 1600-1800 гривен и работа 1000 гривен по замене. То есть здесь вот парень, тоже парня притянули на эвакуаторе. Это у нас была Audi A6. Вот его верхний рычаг. То есть для тех, кто не разбирается, здесь отсутствует палец. Вот такой палец, шаровая опора. Он отвечает, если так? Смотрите, это рычаг, который удерживает верхнюю часть колеса на месте. То есть парень ехал, и его колесо сделало вот так. Естественно, аварийная ситуация, эвакуатор. То есть если бы ехал на скорости, не дай бог, то, ну, может, даже и не собрали бы просто. Здесь как бы все полегче. Это у нас была Mazda 6. Парень просто приехал, вообще приехал поменять колодки. Ну, у нас есть такие автолюбители, которые ездят, пока не отпадутся. Вот наша шаровая опора. На камеру, конечно, не будет видно, но люфты здесь такие уже замечательные. Тоже... Последствия ямы. Последствия ямы, конечно, да. Это нижний рычаг, это все последствия ямы. Запчасть, как бы, казалось бы, Mazda недорогой автомобиль, но вот эта запчасть стоит 2000 гривен. Знаете, пока ехали, мы с оператором заметили такой парадокс, что чем ближе к мэрии мы приближаемся, тем лучше становятся дороги. Совпадение, может быть, не знаю. Люди сейчас в последнее время очень часто комментируют только отдельные посты о состоянии одесских дорог. Но ленятся что-то сделать. Я не знаю, возможно, одесситы думают, что от их мнения ничего не изменится или все произойдет не так быстро. Ведь действительно, сначала действия, потом уже смотреть, как исполняют это все. Конечно же, нужно контролировать, как ремонтируют дороги. И нужно объединяться в какие-то организации отдельные, чтобы указывать чиновникам, какие именно куски дороги нужно на сегодняшний день отремонтировать, какие из них нуждаются в капитальном ремонте. Ведь дороги Одессы действительно в большинстве случаев очень плохие. Есть хорошие участки, мы этого не отрицаем, но есть и просто ужасные, убитые уже годами. Причем сегодня мы выбрали дорогу, по которой большегрузный транспорт не особо ездит. По данным дорогам, по которым мы сегодня проехали, в основном, конечно же, на площади Толбухина, да, возможно, ездит большегрузный этот транспорт. Но по остальным дорогам, где мы сегодня ездили, это все автомобильные дороги. То есть обычные легковые машины по этим дорогам катаются. На что хотелось бы обратить внимание, что я предлагаю перенимать европейский опыт. Ведь активисты в странах Европы уже делают подобные акции, допустим, обводить ямы на дорогах краской, что действительно сосредотачивает внимание чиновников на данных проблемах. Некоторые додумались даже до того, чтобы в ямах высаживать цветы, что тоже довольно-таки прикольная затея. Некоторые же вовсе думают засыпать ямы деньгами. И этим они указывают чиновникам, что те наполняют свои карманы, собственно, за счет этих дыр на дорогах. Я предлагаю перенять какой-то из этих опытов, выйти, возможно, высадить на наших ямах цветы. А что, выйдут, наверное, красивые аллеи. Скажи, Кость. Да. Красивые аллеи получатся. Что я предлагаю? Конечно же, действовать, как-то указывать чиновникам на это. Ведь кто, как не мы, обычные одесситы действительно повлияют на вопросы одесских дорог. А пока одесситы продолжают и дальше ломать свои автомобили из-за некачественных дорог, чиновники думают, какой кусок подлатать на этот раз. Конечно же, до следующей зимы. И надеяться все время на благосклонность погоды тоже такой себе вариант. Познавательную автомобильную экскурсию для вас провели Василий Базовлук, Константин Нечерет, телеканал Репортер. Кость, мне кажется, самое время ехать на сто и действительно проверить ходовую автомобиля. Значит, я поехал.